МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДЕЧБУРЕШ, ШУМРАТ! Здравствуйте! С вами снова программа Финного гория. Сегодня мы погрузимся в жизнь ямальских кочевников, побываем на посвящении в полярнике и послушаем песню на вебском языке. В Мариэл прошли соревнования по кросс-кантри. Это гонки на велосипедах по пересеченной местности. В заезде приняли участие 18 спортсменов, среди которых были и девушки. Райдеры ездили по маршруту протяженностью в 5 километров. Мужчины преодолевали 4 круга, девушки – 2. Среди участников также были гости из Кировской области, Республики Чуваши и Татарстана. Первая гонка у меня была у Бабы с караваем на трассе. Тогда я приехал не очень хорошо, ехал на своем велосипеде, был неподготовленный. Теперь дается это немножечко легче, но у Яре трасса сама по себе тяжелее. Ехать трудно без подготовки, она просто так не дается. То есть нужно обязательно готовиться к соревнованиям. Ближайшие соревнования среди любителей велоспорта в Мариэл планируют провести уже в октябре. Дизайнеры со всей Удмуртии представили национальные платья на фестивале в Малой Пурге. Показ был посвящен национальной одежде Удмуртов, Коми и других народов, проживающих в республике. Здесь были представлены традиционные и новые модные коллекции с использованием традиционных сложных рисунков и орнаментов, в которых скрыты верования людей. Наряды отражают особенности культуры рода, его историю. На Ямале провели арт-проект «Ямальские мастеровые». Художники из разных городов России три дня жили в стойбище под Салехардом. Программа была насыщенная. Ребята познакомились с культурой региона, провели мастер-классы и создавали собственные проекты. Сами художники говорят, у них впечатлений столько, что не успевали переносить на бумагу. Полное погружение в жизнь ямальских кочевников. Такой подход дает возможность ярче передать эмоции. Рисовать ямальскую природу можно бесконечно. За время работы в стойбище Менлей было создано порядка 200 зарисовок, этюдов и картин. Все произведения мастеров будут оцифрованы. Лучшие войдут в путеводитель по Ямалу. Игры, соревнования, квесты, конкурсы. В Мордовии прошел фольклорный фестиваль Курганя. Символом мероприятия стала полутораметровая ватрушка. На начинку ушло 25 килограммов картофеля, 12 килограммов творога и более 100 яиц. Ее пекли частями почти весь день. Курганя очередной повод посетить малую родину, встретить старых друзей и от души повеселиться. О том, что фестиваль сближает, пожалуй, лучше всех смогут рассказать теперь уже супруги Карпушины. Дмитрий и Ирина познакомились на праздничной поляне 7 лет назад. Сейчас они не пропускают ни одну Курганю. Фестиваль с каждым годом становится масштабнее. Вот ходим, смотрим. Уже, наверное, часа два, и все, никак не обойдем даже весь фестиваль. Мы считаем традицией. Каждый год вот сюда приходить нам очень нравится. Одних только мастеров на фестивале было более 130. Резчики по дереву, скульпторы и рукодельницы приехали из семей регионов страны. В палатках знаменитая тавлинская игрушка, урусовские валенки, украшения, кухонная утварь, сувениры и многое другое. Можно шить и на машинке, и вручную. Техника разная. Главное – желание, время. И требует это усилий. Печерк не может быть халтурным. Здесь каждый стежок, каждый полоскуток должен подбираться. За этим прилавком словно царит магия. Необычные свечи можно рассмотреть под звуки варгана и самодельного музыкального инструмента «Посоха дождя». По словам Ангелины Филатовой, варган у многих ассоциируется с Севером и Якутией, хотя он популярен во всем мире. В России он назывался дрымба. Ну, мы привыкли варган. Нет, учиться ему несложно. Есть какие-то вещи, которые точно нужно знать. То есть, например, вот эти вот деки, их нужно очень плотно прижимать к зубам. Если хотя бы какой-то полмиллиметра останется зазор, то вот эти деки, они все-таки очень тяжелые и толстые, они будут бить по зубам. И люди обычно этого боятся. Если прижать его плотно к зубам, то никакого дискомфорта уже не чувствуешь. И играть можно легко. На фестивале звучали самые разные музыкальные инструменты. Особенно популярна гармошка. Куплеты под нее звучали в разных уголках поляны. Творческие коллективы пели народные песни. Казаки одним махом шашки рубили бутылки, а все желающие пробовали свои силы в богатырских забавах. Для гостей праздника мастерицы испекли традиционные блины пачат, беляши, отварили молодой картофель и деревенские яйца. А во главе праздничного стола стояла ватрушка курганя королевских размеров. Всю субботу ее пекли по частям разувьевские пекари. В полдень стартовало торжественное открытие праздника. Артисты приготовили целое представление. Начались народные танцы, затем звучали песни о празднике и его символе. Ямал стал центром притяжения для мототуристов из разных регионов России. Слет байкеров в Салихарде начался с посвящения в полярники. Завершился восхождением на ледник романтиков. Пусть и условный, но пересечение полярного круга. Салихарс впервые стал точкой притяжения мотополярников. Железных коней так много, что пришлось перекрывать дороги. Главная площадка фестиваля – подножие Черной горы. Чтобы перебраться на другую сторону Аби, понадобились два парома. Участники приехали со всех уголков страны. Байки – самые разные, несколько десятков моделей. С собой взяли запчасти и все самое необходимое. Девчонки хотят пить вкусные напитки из бокалов, поэтому возим с собой. За плечами Балтики дорожное имя Геннадия Завальского путешествие на мотоцикле из Москвы в Сенегал. 32 тысячи километров, из них 1600 по Сахаре. По-другому жить уже не может. Это невозможно объяснить. Это как дышать. То есть это вот ты когда не ездишь, ты чувствуешь себя плохо, ты болеешь. Как только ты сел на мотоцикл, ты поехал. Ну и в первую очередь, конечно, это преодоление самого себя. Преодолевать пришлось еще и дороги. Ямал точно останется в памяти байкеров надолго. В каком-то наслаждении проехали, особенно от ремонта покрышек и растерянного пластика. Но мы надеемся, что все-таки один из богатейших краев когда-нибудь построит дорогу, и мы будем приезжать быстрее к вам. А вообще, очень хороший у вас край, красивый. Слет, по сути, встреча друзей, поэтому большая часть программы – простое общение. А для красивых фотографий, кроме локации, до ледника «Романтика» всего несколько километров, организаторы подготовили арт-объекты. Такое количество байкеров никогда не собиралось за полярным кругом. Мировой рекорд зафиксировали официально. Вполне возможно, что уже в следующем году его смогут побить. Погрузиться в историю народа Марии в аутентичной обстановке. В Мариэл прошел всероссийский фольклорно-этнографический фестиваль-форум «Земля предков». Он собрал около трех с половиной тысяч гостей из Мариэл, Татарстана, Нижегородской области и других регионов. Фольклор, народно-прикладное искусство, мастер-классы и национальные игры. В фестивале приняли участие десятки творческих коллективов и мастеров традиционных ремесел. Каждый показал то, чем гордится больше всего. Одна из задач «Земли предков» – укрепить творческие связи с соседними регионами и продемонстрировать богатство народной культуры. Пожалуй, главная особенность фестиваля «Земля предков» – это реконструкции. Сотрудники Килимарского районного краеведческого музея представили дом зажиточного крестьянина Иона Дмитриевича Бахтина. На примере семьи музейщики показали гостям фестиваля славянский праздник осени – «Овсень». В старину его отмечали 22 сентября. В этот день проводили разные обряды. Люди очищали свою душу и дом. С этого дня начиналась подготовка к зиме, а женщины больше времени уделяли рукоделью. На этот праздник обязательно собирали стол, приглашали гостей. Обязательно на стол ставили свежесжатый сноп пшеницы. Обязательно блюдо – это пироги с капустой. И обязательно была встреча гостей. Для этого брали горсть пшеницы и на удачу осыпали гостей. С песнями гостей встречают в русской избе. Сотрудники Виземьярского социально-культурного центра – постоянные участники фестиваля «Земля предков». С каждым годом их реконструкция становится масштабнее. Появляются новые блюда, традиции и элементы убранства дома. В этом году сварили квас по старинному русскому рецепту. Гости мы ходим, мы не думаем русский морец, мы живем дружно, все национальности. У нас поселок много национальный, поэтому мы сделали вот такую реконструкцию. Раньше ткачат свои плетения лаптей было частью быта. Сегодня некогда прибыльные виды ремесла превратились в народно-прикладное искусство. Жители Килимарского района возрождают забытые промыслы и обучают рукоделию своих детей и внуков. Опыт и знания передают всем желающим и на фольклорных фестивалях. А после фестиваля – опера. Акпатор под открытым небом в деревне Алешкино в туристическом комплексе «Раздолье» показывают уже пятый раз. Вместо привычных декораций – зеленая трава и деревья. Здесь же обряды, быт и жизненный уклад народа Мари. Атмосфера захватывает, признаются зрители, даже те, кто смотрит оперу уже не в первый раз. В зависимости от направления и силы ветра, в солнечной или пасмурной погоде постановка воспринимается по-разному. Это и сложно, потому что трудно очень технически и вокально понять акустику этого пространства большого. Хочется заполнить, обнять всех и каждого, кто сидит в зале в нашем. И в то же время это удивительнейший опыт. И каждый раз, вот уже четвертый год для меня, эта партия каждый раз раскрывается по-новому в таких условиях, в такой красоте. В шоу Тазира есть известный не только в Карелии, но в стране и за рубежом вепский хор. В репертуаре коллектива образцы традиционного народного творчества вепсов, а также современные песни и танцы, созданные на основе традиционных народных моделей. Хор был образован в 1936 году. Последние 40 с лишним лет им руководит Милентьева Людмила Ивановна. Многие песни были собраны ею в старинных вепских селениях. Мишкана Корбену, Корбену, Суласина, Мишкана Корбену, 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 Суласina, Варишь, варишь, оленмина, Горишь, 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 о маленьлый Рихо бея, Хитрый яд, хирен, хирен, о техе минон, сёниш, сёниш, эээ, ну, ну, гориш, гориш. Уже на следующей неделе мы вновь расскажем о самых интересных событиях финно-угорских регионов. Сохраняйте культуру и традиции своего народа. До встречи, финно-угория!